Привет! Сегодня я хочу показать, как я отремонтировала подвески для рюкзака у моего ребёнка. То есть она пошла в школу и где-то через неделю потеряла. Здесь такие вот на молниях были, как верёвочки, что ли, как сказать, висели, да, завязанные. Естественно, она их развязала и где-то потеряла в школе. Вот. Я решила, думаю, тут вот есть, например, да, такая вот, как собачка есть. Тут я просто для красоты повесила, да, такой цветочек. А здесь вот просто кружочек и ничего нет, да, неудобно расстёгивать, застёгивать. Вот. На первое время я повесила просто уж какие-то верёвочки, завязала. Но потом решила, почему не сделать, не связать такие вот украшения, подвески. Можно любого цвета, я просто решила такой серо-голубой. Вот. Для рюкзака. Вот хочу показать, как я их сделала, как я присоединила. Вот у меня ещё один нужно повесить. Вот. Для этого понадобится один пакет. То есть у меня вот один пакет я начала, я две связала. Вот сейчас третью попробую связать. Из-за того же пакета. Так, пакет. Два крючка я использовала. То есть я... Мой любимый крючок – это номер 10, 5,75 мм. И потоньше любой крючок. Он нам... Тут даже не написано, по-моему, какой-то размер. Вот. И написано. Что мы делаем? Значит, я уже показывала... У меня есть видео, как вязать закладку, цветок. То же самое. Тот же самый, самый простой цветок. Очень легко вяжется. Просто хочу... Я не буду подробно. Я так в общих чертах то же самое. Так, накручиваю на пальчик. Делаем. Хмаем. Вяжем цветочек. Очень легко. Просто буду говорить, что делаю. Вот. Если вы хотите подробно посмотреть, можете посмотреть мое видео, где я вяжу закладку цветочек. Один, два, три воздушные петли. Первую соединяем. Соединительной петлей. Хвостик кладем сверху. Делаем воздушную петлю. И вяжем 10 столбиков без накида вот в эту серединку в отверстие. Один, два, три, четыре, пять. Вот этот хвостик вот уже запрятался. Я его могу отрезать сразу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Я сделала десять столбиков без накида. Теперь вот в эту петлю первого столбика я подсовываю под обе половинки. Вытягиваю. И одну в другую. Соединительная петля. Вот получился такой вот кружочек. По идее, можно вот так связать. Сейчас вяжу. Один, два, три, четыре, пять воздушных петель. Вот. И можно вот даже в таком виде подвесить на молнию. И такую сделать подвеску, если это для взрослого или кто-то не любит там цветочки. Но я сегодня решила делать цветочки, поэтому у меня не хватит. Получилось так, что на третий цветочек один пакет не хватило. На два цветочка мне хватило. Вот у меня есть еще один кубочек. У меня есть видео, как делать пряжу из пакетов. Если кто-то не видел, можете посмотреть. То есть я сделала пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Дальше пропускаем одну петлю цепочки. Следующую делаем соединительную петлю. Опять вяжем пять воздушных петель. Два, три, четыре. Вот здесь мне нужно уже присоединить следующий кубок. Делаем, берем рукой. Один тоже есть видео, как соединять два кубка. Правда, оно на английском. Так вот, соединяем. Раз, два, три. Раз, два, отличный. И опять. Дальше присоединяем. Опа, не соединилась. Сейчас еще раз. Получено туда. Закрутить. Раз, два, три, четыре. Пятую назову, пять. Следующую через одну скользящая петля. Не скользящая, а соединительная петля. Дальше вот кончик остался. Мы его опять складываем внутрь. Вот так. Включаем. Один, два, три, четыре. Пять воздушных петель. Пропускаем следующую. Через одну вяжем, да? Цепочку. Мы пропускаем другую соединительную петлю. Вот, и таких вяжем, да, мы три связали, да, еще два. Два лепесточка. Один, два, три, четыре, пять. Один пропускаем. Следующую. Соединяем. Один, два, три, четыре, пять. И все, и осталась у нас вот одна петля цепочки. Вот в то основание, откуда я начинала. Вот сюда, вот сюда же я ввожу крючок. Захватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Все, цветочки я связала. Такой цветочек у меня получился. Теперь что делаем? Вяжем, как бы, такую небольшую основание, да? Делаем пять воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять. Вот, пять воздушных петель. Дальше что мы делаем? Дальше мы прикрепляем прямо на нашу молнию. Вот у меня такая штучка, да? Как мы это делаем? Я снимаю с крючка, вот так, да? Вот так лицевой стороной протягиваю в колечко, в которое мы хотим закрепить, да? Вот так вот. Вот сюда. Вот у нас рабочую нить немножко ее вытягиваю. Она у нас из кольца тоже получается... Ой, тоже получается немножко спустилась, потянула. Она из кольца выходит. Вот. Значит, на лицевую сторону переворачиваю. Теперь вот в первую петлю цепочки, вот этой, видно, не видно. Вот сюда вот вводим крючок. С обратной стороны подхватываем вот эту вот рабочую нить, рабочую петлю. Теперь захватываем ниточку еще раз, протягиваем через рабочую петлю и наверх. Вот так получилось. Сейчас у нас вот на внешней стороне. Дальше делаем воздушную петлю, цепочку. Дальше поворачиваем с другой стороны и делаем вот в эту же... В эту же петлю мы протягиваем. Сейчас, я думаю, что можно поменять уже вот этот большой крючок на маленький, чтобы легче было. Можно уже это все было делать по тоньше крючочкам. Вот. В это же место вкалываем. На изнаночную сторону вот так. Захватываем рабочую нитку с этой стороны. Продеваем. Вот. И делаем закрепляющую воздушную петлю. Вот так. И обрезаем нитку наискосок немножко вот так. Все. Вытягиваем. Вот. Затянули. Все. Эту убираем. Не нужно, но больше. Пряжем. Вот. Что у нас получилось? У нас получилась вот такая подвеска. Сейчас вот этот вот кончик основания мы переворачиваем на подвеску нашу на изнаночную сторону. И вот этот кончик будем прятать. Вот. Начиная с основания вот сюда. Сновидную. И вот так вот иду вниз. Сюда. Вот к этому кольцу, где мы начинали. Так вот. Вот этот вот кончик. И просто вдоль первого кольца вот этим потоньше крючочком. Почему нужен потоньше? Потому что сложно пройти. или пролезть. Так вот ее по кругу протягиваю. Захватываю и протягиваю вдоль кольца. Там буквально немножко можно протянуть и отрезать. Либо ее до конца спрятать. Протянусь целиком. Вот. Таким образом. Таким образом. Вот. Все протянуло. Почти. Вот. Можно еще немножко. Прячем короче говоря. И вот оставшийся уже кончик. Если мы уже круг сделали, можно так аккуратненько потресать. Тоже у нас был оставшийся от начала. Все не нужно убираем. Расправляем наш цветочек. Все поправляем. Я думаю, что такой цветочек, ну, как бы рюкзак с цветочком можно истирать. Ничего не будет в холодной воде. Да, как бы пластиковая пряжа. Я думаю, ничего не случится. Вот. Вот такая вот подвеска цветочек у нас получилась. И все у нас, как бы, молнии вот работают. Да. Можно даже еще. Вот у меня три таких получается. Три цветочка таких вот. Вот. Можно сюда еще что-то подвесить. Я делала в предыдущем видео. Я показывала, как я сделала перо. Я подвесила на него вот ключи. Можно здесь вот на карабинчик сюда вот так вот подвесить. Какое-нибудь перо сделать даже любого цвета. Уже будет красиво. Дети любят всякую повесить. И приятно на ощупь. У меня ребенок любит вот этим вот играть. Всякими штучками. То есть на карабинчик и подвесить. Можно помпончик сделать. Можно ничего не делать. Любое. Так что вот так вот. Пробуйте. Делайте, делитесь. Вот. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.